В этом году гимназия номер два отпразднует юбилей. В ноябре ей исполнится 70 лет. Пожалуй, свой главный подарок ко дню рождения школа уже получила. Здесь отремонтировали кровлю. Крыша протекала. Говорят, малейший дождь и по стенам текло до первого этажа. Чтобы избежать замыкания, классы обесточивали. Детей переводили в другие кабинеты. У нас крыша была шиферная, поэтому после каждого урагана, сильного дождя было протекание. Ремонтировали кусочками. Два, три листа шифера поменяли. Своими силами делали. Ну и, конечно, были счастливы, когда мы вошли в перечень объектов по ремонту крыши. Деньги на новую кровлю выделили из фонда Каплажени. Работы выполнили в срок до первого сентября. Работали, правда, и по субботам. Уходили ребята, задерживались. Начинали рану. Из какая суммы кровли у вас обошлась? Это 326 тысяч. Это и работа, и материал. Полностью, да. Это частичная замена пиломатериала. Добавляли обрешетку, пароизоляцию. Здесь выполнено 1640 квадратных метров кровли. Очень кровля сложная, переходящая. Крыша прошла испытание. Закончили. Как раз ливни пошли. Один ливень, другой. Нигде ни капельки. Качественно. Отлично. Конечно, потихоньку надо переводить все школы на шатровые крыши. Так, если взять, поэтапно идти. Вторая гимназия – один из 25 объектов из программы капитальных вложений. В целом на ремонт садов и школ в Бендерах выделили порядка 12 миллионов рублей. Самым затратным стало здание школы-интерната. В коррекционном учреждении живут и учатся дети с нарушением интеллекта. Всего их 150. 35 ребят находятся здесь постоянно. Основной проблемой были старые окна. Сейчас их меняют. Света больше, эстетики больше. А вот эти стеклопакеты, они никакого качества? Время покажем. Это ВДС, профили Украины. Это надо мне водильное провозили. Практически все работают с этого профиля. Цена-качество оптимальная. Вадим Гладчук, он просит, искать качество, то есть тоже подходит для нас. Там резинка уже внутри идет с профиля. А сетки сюда идут? Будут мастерить? Смотрены в комплекте сетки. Подоконник, отлив и сетки. А в этом детском саду работу уже завершили. Новые окна и двери здесь появились впервые за 42 года. Посетил глава государства и строящийся Борисовский сквер. Шум спецтехники раздается на весь микрорайон. Уже есть качели, турники для воркаута и даже стол для пинг-понга. В дальнейшем году планируем эту работу продолжить. В микрорайоне Ленинский обустроить парковую зону, добавить детские площадки, спортивные площадки, парк имени Горького. Ну и другие микрорайоны также ждут своей очереди. Ну а в парке Борисовский появятся деревья, скамейки, роллер-дром, столы для шашек и шахмат. Реализован проект из местного бюджета и при поддержке меценатов. Помощь оказали Олег Петрик и компания Интернестрком. Сумма пожертвований около полумиллиона рублей. Все стихийные свалки, все пустыри должны быть преобразованы в места отдыха для людей, в парковые зоны. Поэтому это хорошая идея. Я рад, что она реализована в практике. Другим в пример и в назидание. Что можно сделать, когда хочешь. В следующем году программа к опложению продолжится. В нее заложено более 200 миллионов рублей. Продолжение следует...